Друзья мои, первое видео, которое я сегодня записываю, исключительно для людей, которые встали на путь, на путь просветления. И название этого видео «Просветление» самое главное, а все остальное второстепенно. Я объясню причину, важность. В моем понимании просветление это, конечно, не сатори, не какие-то падающие с неба торты, какое-то состояние, как после наркотика, нет, ничего подобного. Просветление это осознание того, что ты живешь на земле, и что это не совсем лучшая форма существования. Это все прекрасно понимал и Будда, и Иисус, и Магомед, это все и так ясно. Блаженные нищие духом. Так вот, вопрос заключается в том, что просветление, как таковое, является основным для того, чтобы не попадать в эту идиотскую ситуацию с этим мясным костюмом, с телом болеющим, а перейти в некоторое другое состояние, в состояние божественное, более божественное. Человеку это, конечно, тоже нужно, но вместе с тем. И подготовка к переходу, она очень важна. Многие люди это понимают. Многие высокие политики во всем мире за несколько лет до смерти уходят во шрамы. Многие уходили и уходят в монастыри. Многие люди это понимают, что только встреча с Богом и служение, так сказать, высшим силам и уход от этого мира – это очень важно. А все остальное – политика. Политика – это тоже шоу-бизнес. Все шоу-бизнес, все кукольное представление. Поэтому я и называю это мышиной вознёй. Но это смешно. Мне очень жаль, что люди ненавидят друг друга, а что они делят, собственно говоря, все умрут. Ну что делить? Это как распиливать гранату. Дрались-дрались, распиливали гранату и оба взорвались. Но это же смешно. Поэтому единственное правильное ваше поведение, тех, которые встали на путь, те, которые понимают, что Земля – не лучшее место. И жизнь человека в человеческом теле – это очень тяжёлая работа. И вы её делаете, эту работу. Поэтому не обращайте внимания на все тяготы, трудности этой жизни. Как говорил любимый мною Оша, надо немножко потерпеть. Вот это чудесная фраза. Надо просто потерпеть. И всё будет хорошо. На сегодня всё. Спасибо. Спасибо.